МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протяжении уже более трех столетий духовным покровителем Урала и Сибири считается святой праведный Симеон Верхотурский. В нашей сегодняшней программе мы постараемся рассказать вам об этом замечательном святом, поистине украшающем собор Екатеринбургских святых. Как известно из жития, появился он в окрестностях Верхотурья в начале XVII века, и вся его недолгая и праведная жизнь была связана с селом Меркушино. Откуда пришелся и праведный муж, и кто были его родители, история умалчивает. Из большинства жизнеописаний известно, что род их был знатным и принадлежал к почетному сословию дворян, но ни имен, ни фамилий не сохранилось. Однако существовала в народном предании вплоть до начала XX века и другая версия, по которой праведный Симеон был сыном бедных родителей, пришедших в этот край по указу царя. Выразителем этой версии явился священномученик Аркадий Горяев. В начале XX века в своем стихотворении «Симеон Верхотурский» он писал следующее. «Среди тех пришельцев семейство одно, портных небогатых, с ребенком. На жительство в край тот суровый пришло. Отец все ходил по избенкам, у бедных, таких же, как сам, работал, семейство кусок добывая. И мальчика сына к тому ж приучал, и сын привыкал, подрастая. И стали за отроком тем замечать, что часто, весь день проработав, он в ночь не ложился на час даже спать, всю ночь на молитве коротал». Но одно можно сказать с уверенностью. Родители Симеона были люди благочестивые и набожные, и имели великое усердие к воспитанию своего сына, дабы сделать его добронравным и истинно верующим христианином. Об этом свидетельствует вся последующая жизнь праведного. Так, с раннего возраста, почувствовав отвращение к житейским благам и заботам, Симеон начал стремиться к богомыслию и душеполезным подвигам. Но окружающая его среда представляла собой большую помеху в этом добром благочестивом деле. Избегая смут, которыми наполнилась русская земля, он стал искать уединение для более удобного исполнения подвигов благочестия. Поэтому покинул свою родину, почести, богатство, знатность и удалился в места более уединенные, где мог беспрепятственно предаваться душеспасительным подвигам. Выбор же подвижника пал на сибирскую сторону, незадолго до того присоединенную к России и малоизвестную еще тогда русским людям. В те далекие времена Сибирь была населена почти одними полудикими народцами, среду которых только начал проникать свет христианского учения. Рядом с инородцами немало было и раскольников, частью сосланных правительством, частью же самовольно сюда бежавших. Вот среди этого разного людо и поселился святой Симеон в селе Меркушино, отстоявшем от города Верхотурья в верстах в 50-ти. Несколько слов о городе Верхотурья. Этот город был основан незадолго до прибытия в Сибирь праведного Симеона, а именно в 1598 году. Этот город в то время был важным торговым пунктом, ибо через него прилегал главный торговый путь из России через Соликамск в отдаленную Сибирь. О селе Меркушино известно из архивных источников, что основано оно было в 1620 году и располагалось на берегу реки Туры. Окрестности Меркушино отличались всегда своим прекрасным расположением. Здесь можно было встретить и громадные скалистые горы, и голые равнины, и холмы, покрытые величавыми, вечно зелеными кедрами, соснами и елями. В Меркушино был и храм во имя святого архистратига Божия Михаила, в который любил часто ходить праведный Симеон, и где он предавался искреннейшей и усерднейшей молитве. Это близость храма с одной стороны и величественность места и красота с другой заставили праведного Симеона выбрать Меркушино постоянным местом своего жительства. Он не имел постоянного, определенного места пребывания, а переходил из дома в дом, от одного односельчанина к другому. Способствовало этому портняжничество, которому Симеон научился уже после того, как покинул свой родительский кров, и которого потом не оставлял до конца своей жизни. Обыкновенно деревенские портные шили одежду не у себя дома, как в городах, а в домах своих заказчиков, куда они являлись по приглашению последних. Во все время работы портные, обшивающие крестьян, жили, ели и спали вместе с заказчиками в их доме. В состоянии жилищ крестьян, их домашний быт далеко не соответствовали вкусам и потребностям человека высшего круга. Для такого человека подобное бытие стало бы труднопереносимым бременем. Однако праведный Симеон, невзирая на свое благородное происхождение, не пренебрегал проживанием в крестьянских хатах и с усердием занимался так мало соответствующим высокородному человеку портновским ремеслом. Его манеры выдавали в нем дворянское происхождение, однако жил он как крестьянин, ел простую пищу, спал вместе со всеми крестьянами на полу. В этом добровольном самоуничижении святой праведный Симеон представляет нам пример поистине христианского терпения и смирения. Так, несмотря на неимение собственного угла, святой Симеон прекрасно знал и любил свое ремесло. С особенной любовью он шил для бедных людей, с которых по большей части отказывал собрать плату за свои труды. Он считал вполне достаточным для себя вознаграждением кровь и пищу, которыми пользовался у хозяев во время работы. И хотя для сибирской стороны портняжничество являлось делом прибыльным, подвижник зачастую, немного не закончив работу, у одних хозяев переходил на постой к другим. За это часто приходилось ему переносить оскорбления и даже побои. Но праведник переносил их терпеливо, как вполне заслуженные. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Другим любимым занятием праведного Симеона было у Жени Рыбы. Для этого он нередко ходил из Меркушина верт за десять в уединенное место, и там, на берегу Туры, под развесистой елью, садился с удочкой в руках, удил рыбу и размышлял о величии Творца, сотворившего небо и землю. Он и в этом занятии проявлял умеренность и воздержанность. Ловил рыбы столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания, и не больше. До наших дней сохранился тот камень, на берегу Туры, на котором сиживал праведник во время ловли рыбы. Камень этот как бы нарочно приспособлен для ужения. Нижняя часть его выступает вперед, так что сидящему весьма удобно ставить на него свои ноги. Ель же, стоящая возле камня, в настоящее время, конечно же, не сохранилась. Благочестивые богомольцы, почитая память святого Симеона и благоговея перед всеми предметами, которые были освящены его присутствием, отламывали от этой ели ветви и уносили их в свои дома. От этого ель засохла. Около 1854 года ее сломало бурю, и ствол, вероятно, был унесен водой вниз по течению Туры. От этой ели в настоящее время остался только поломанный пень до остаток корня. Как уже было сказано, вера христианская во времена Симеона в Сибирском крае была еще только в зачаточном состоянии. Число христиан там было очень невелико, да и те, кто проповедовали Христову веру, были не тверды в ней. У большинства тогдашних новообращенных христиан и зенародцев еще сохранялись языческие убеждения. Внешне, открыто исповедуя христианскую религию, втайне они поклонялись своим еще не забытым языческим богам. И поэтому Симеон, портняжничая, часто вел беседы с хозяевами своего пристанища. Зная наизусть многие места Ветхого и Нового Заветов, многочисленные притчи и жизни древних святых, он превращал свое пребывание в доме какого-либо меркушинца в настоящую неназойливую проповедь, поучение, благой совет. И нередко в доме, где пребывал грамотный портной, кроме хозяев, собиралась немалая группа соседей, приходили даже и те, кто жил в близлежащих Сеолах. Иноверцы с удовольствием и большим вниманием слушали простые и задушевные наседания праведника и мало-помалу отставали от своих нехристианских наклонностей и обычаев. страдая болезнью живота вероятно от чрезмерного воздержания Симеон скончался еще в молодых летах около 35 лет от рождения между 1642 и 159 годами. Но в какое именно время скончался праведный Симеон осталось неизвестно. Жители села Меркушиного, питавшие глубокое уважение к праведнику, погребли его останки в своей приходской Михайло-Архангельской церкви. Вникая в житие праведного Симеона, всякий невольно придет к тому заключению, что это был действительно святой богоугодный человек, ибо обладал он всеми нужными для того качествами. Памятуя слова Спасителя, Иже хочет по мне идти, да отвержится себе и возьмет крест свой, и по мне грядет, а также Иже любит отца и матерь паче меня несть меня достоин. Праведный Симеон покидает родителей и все удовольствия мирской жизни, удаляется в пустыню, ведет постнический образ жизни, занимается низким ремеслом, смиренно переносит обиды и оскорбления и в то же время поучает неокрепших в христианстве народцев истинам этой святой веры. Все это свидетельствует о высоких душевных качествах подвижника, которые немногим достаются в удел. Мощи праведного Симеона недолго находились под спудом. Богу угодно было их явить всего спустя 50 лет после дня кончины святого. А произошло это следующим образом. В 1692 году гроб праведника с нетленными останками его, видимыми сквозь щели гробовой крышки, стал к изумлению меркушенцев восходить от земли и появился поверх могилы. Это удивительное восхождение гроба из земли с одной стороны, а также нетление находящихся в нем останков с другой, заставили меркушенцев прийти к заключению, что погребенный есть муж праведный и богоугодный. Но кто именно этот муж, как имя этого праведника, никто из местных жителей не знал, ибо за 50-летний период времени память о Симеоне совершенно иссякла в народе. Вскоре от мощей праведника стали истекать благодать исцелений, и это окончательно убедило жителей Меркушена в святости человека, погребенного в явившемся гробе. Первоначально мощи почивали в деревянной, а затем в медной посеребренной с резьбой раке. В 1846 году для них соорудили новую великолепную раку, на которую было употреблено 10 пудов и 8 фунтов серебра. Стоимость ее составляла 14 573 рубля серебром. В 1914 году святые мощи праведного Симеона были торжественно перенесены из Николаевского храма в новый Крестовоздвиженский собор. Новая сень над серебряной ракой, в которой почивали честные мощи, была сооружена иждивением императора Николая и его августейшего семейства и принесена в дар Верхотурскому Николаевскому монастырю в 1914 году. Она была вся позолочена под старое золото, имела чеканные украшения и множество икон, в том числе святых Симеона Праведного, царицы Александры, Николая Угодника, Татьяны, Ольги, Анастасии, Марии, Алексея, Человека Божьего. Во времена безбожия в Свято-Николаевский монастырь стоял закрытым. Все церковные ценности, в том числе серебряная рака и сень, были конфискованы властями, а святые мощи кощунственно вскрыты и переданы в Краеведческий музей города Сверловска. В 30-е годы останки праведника, более 200 лет бывшие предметом благоговейного преклонения и приносившие людям душевное и телесное исцеление, демонстрировались в антирелигиозном музее, затем мощи упрятали в запасники исторического музея, где они чудом уцелели до наших дней. 22 сентября 1992 года мощи с праведного Симеона были возвращены православной церкви. Теперь они почивают в Крестово-Сдвиженском соборе мужского возрожденного Свято-Николаевского Верхотурского монастыря и почитаются всем православным людям. Крестово-Сдвиженском Симеон 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 Субтитры создавал DimaTorzok